МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Не переключайтесь, сегодня в нашей программе вы увидите поликлиника-перезагрузка. Реализацию губернаторского проекта на территории муниципалитета обсудили на совещании в окружной администрации. Запользование картой – срок. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали, чем грозит использование чужой банковской карты. Украшения и угощения. Как готовятся к Пасхе торговые предприятия округа в репортаже нашего корреспондента. Истории об освоении космоса. Одинцовские долголетые встретились с ветеранами легендарного космодрома Байконур. И борьба за победу. На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной футбольной лиги. Сегодня будет очень много всего интересного. Оставайтесь с нами. Действительно. Сегодня 14 апреля. В этот день, в 1908 году, во Всемирный день розыгрышей и шуток по старому стилю, в городе Санкт-Петербург вышел в свет первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». Этот журнал сразу завоевал расположение читателей. Название журнала было позаимствовано у знаменитого плотовского романа «Петроне Арбитра», созданного во времена еще императора Нерона. О других событиях, которые произошли в этот день, вы узнаете в нашей рубрике «В этот день в истории». 14 апреля 1801 года Александр I упразднил тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах. Основное место в деятельности тайной экспедиции по традиции занимали допросы и пытки. Причем главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Экспедиция была максимально закрытым органом, что наводило страх на жителей империи. Завершилась история этого органа с приходом на престол Александра I. С этого момента данные дела должны были рассматриваться местными судебными учреждениями. На тех же самых правилах, каковые и во всех уголовных преступлениях наблюдаются. Для лиц простого звания эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу дворян окончательно решал Сенат. 14 апреля 1923 года было основано издательство «Наука» под названием «Издательство Российской академии наук» и первоначально базировалось в Петрограде. Первым руководителем издательства был академик Александр Ферсман, а первым изданием, выпущенный в свет издательством, стал вышедший в конце 1924 года том «Известий Российской академии наук». 14 апреля 1930 года умер Владимир Маяковский. Он скончался в Москве на четвертом этаже дома на Лубянском проезде, в коммунальной квартире, где располагалась его комната-мастерская. Последний год жизни был тяжелым для поэта. Маяковский много болел, в феврале его друзья Лиля и Осип Брик уехали в Европу. Самого Маяковского в газетах описывали как попутчика советской власти, в то время как он сам видел себя пролетарским писателем. Произошел и конфуз с его долгожданной выставкой «20 лет работы», которую не посетил никто из видных литераторов и руководителей государства, на что надеялся поэт. Маяковский умер от огнестрельного ранения в область сердца. На момент смерти поэту было 36 лет. Но между тем у нас в округе тоже происходит немало всего интересного. Действительно. Например, вот в Подмосковье реализуется губернаторский проект поликлиника «Перезагрузка». В нем принимают участие и две поликлиники нашего муниципалитета. Например, поликлиника в Звенигороде и номер один в Одинцове. Суть проекта в том, чтобы сделать посещение медучреждения первичного звена более комфортным для пациентов, а для врачей создать лучшие условия труда, в том числе дать дополнительные возможности для профессионального роста. Второй год на территории Подмосковья работает глобальная программа по улучшению качества и доступности медицинских услуг. У нас большой спрос на поликлиники. Ежедневно в них обращаются более 200 тысяч человек. Поэтому доступность и качество работы первичного звена у нас в приоритете. Мы строим новые поликлиники и особое внимание уделяем модернизации старых. Запустили проект «Поликлиника-перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. Всего в проекте в 2023 году участвуют 100 медучреждений региона. Среди них поликлиника номер один в Одинцове и поликлиника Звенегородского подразделения. Процесс перезагрузки включает в себя не только ремонты, создание навигации, оснащение современным оборудованием, внедрение электронных терминалов, но и такой важный вопрос, как привлечение кадров, привлечение врачей и среднего медицинского персонала. Новый стандарт затрагивает различные спектры работы амбулаторно-поликлинического звена – регистратуру, кабинеты диагностики и забора крови, отделение профилактики. Это позволяет сократить время ожидания, а результаты исследований жители теперь могут получить в личном кабинете на региональном портале госуслуг. В 2023 году в проекте поликлиника «Перезагрузка» во второй волне тиражирования будут участвовать 4 наших учреждения. Это две взрослых поликлиники на Можайском шоссе, дом 134 – это терапевтическое отделение поликлиники номер 1. И на Можайском шоссе, дом 22 – это 4 терапевтическое отделение также поликлиники номер 1. Ну и детские наши поликлиники на Говорова и детская поликлиника в Звенигороде на Герцена 13. Эти поликлиники уже частично соответствуют предъявляемым критериям. Учитывая особенность зданий, задача максимально модернизировать их согласно современным требованиям. Это касается и набора сотрудников. Мы сделали большой прогресс за последние полтора года. У нас получается по сухому остатке по 2022 году 47 врачей и 87 в среднем суток персонала. И уже за первый квартал этого года мы удачем плюс 12 врачей и за среднем 66 человек. Мы занимаемся в первенстве московского включения в кадры. Кроме того, в Одинцовском округе действуют программы «Социальная ипотека. Земский доктор. Приведи друга», которые привлекают новые кадры. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. При находке чужой банковской карты использовать ее для оплаты запрещено законом. Ведь находящиеся на ее счете денежные средства принадлежат владельцу. Подробнее о том, что грозит правонарушителю, рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Если вы нашли чужую банковскую карту, использовать ее для оплаты запрещено законом Российской Федерации. Все средства, которые находятся на ее счете, принадлежат владельцу. Уголовным законодательством использование чужой банковской карты для оплаты покупок, в том числе, когда карта была найдена, рассматривается как хищение средств банковского счета. В силу пункта Г, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с банковского счета, а равна в отношении электронных денежных средств, наказывается, в том числе, решением свободным сроком до 6 лет. При потере банковской карты желательно сразу заблокировать ее, обратившись в банк или посредством соответствующего электронного приложения «Банк». Мы продолжаем наш выпуск. И сегодня в Одинцовском округе ожидается облачная и прохладная погода, преимущественно без осадков. Воздух прогреется для плюс 4-7 градусов. Ну а подробнее о том, какая погода нас ждет, смотрите через несколько минут. О ней нам расскажет наша молодежная редакция. К новостям региона. Главное управление содержания территорий приняло участие в обсуждении федерального закона о тишине. Сейчас комфорт и покой граждан регулируются только на региональном уровне. В частности, в Подмосковье такой нормативно-правовой акт существует более 9 лет. Специалисты ГУСТ предложили внести пункты, которые уже показали свою эффективность и отметили, что в Московской области нарушения тишины и покоя чаще всего совершаются в квартирах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на дворовых и общественных территориях. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. На дорогах Подмосковья начали появляться мотоциклисты. С увеличением транспортного потока возрастает риск дорожных аварий. ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных маневров и перестроений и в случае, если автомобилист не сможет быстро среагировать. В прошлом году в Подмосковье зафиксировано 420 ДТП с участием мототранспорта. В 97% случаев участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Мотоциклисту нужно обратить внимание на экипировку. Чем ярче защитные элементы, тем вы заметнее в любое время суток. Не делать резких маневров и обязательно освежить навыки вождения перед выездом на дорогу. Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить о том, что на дороге может быть байкер. Скоростной режим для обеих сторон также важен. Это одна из главных причин аварий и летальных исходов. В преддверии Пасхи в магазинах, монастырских лавках и кондитерских стартовали продажи куличей. Недостатка продукции в регионе не ожидается. К празднику в Подмосковье испекут около полутора миллионов куличей. Более ста точек продажи реализуют уже освещенную продукцию. Производители предлагают выпечку самых разных видов, от классических до безглютеновых, с ручной росписью и необычными украшениями ручной работы. Стоимость кулича в этом году в регионе начинается от 100-150 рублей. Цена зависит от объема готового продукта и его состава. В современные рецепты добавляют не только изюм, но и курагу, клюкву, орехи, мак, цедру лимона, шоколад, марципан. Для желающих испечь куличи самостоятельно, торговые сети предлагают готовые смеси, что существенно сокращает время, проведенное на кухне. Акции «Доброе дело» исполнился один год. За это время собрано более 3,5 тысяч тонн помощи жителям новых территорий и участникам СВО. В апреле прошлого года школьники по видеоконференцсвязи обратились к губернатору Московской области с просьбой поддержать их инициативу. Идея заключалась в том, чтобы во всех школах региона организовать сбор необходимых для жителей Донбасса товаров. Андрей Воробьев одобрил предложение и одним из первых принял в нем участие. Также к ней присоединились предприниматели региона, депутаты, известные люди и местные жители. По сей день внести лепту и помочь участникам СВО, а также жителям присоединенных территорий, может любой желающий в одном из волонтерских пунктов Московской области. Далее в программе. Украшения и угощения. Как готовятся к Пасхе торговые предприятия округа в репортаже нашего корреспондента. Истории об освоении космоса. Одинцовские долголетые встретились с ветеранами легендарного космодрома Байконур. Борьба за победу. На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной футбольной лиги. Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Поликлиника «Перезагрузка». Реализацию губернаторского проекта на территории муниципалитета обсудили на совещании в окружной администрации. За использование картой срок. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали, чем грозит использование чужой банковской карты. А впереди у нас много интересных событий. Не переключайтесь. Сегодня отмечают День медицинской службы Уголовной исполнительной системы Российской Федерации. Датой праздника было выбрано 14 апреля, так как именно в этот день, в 1829 году, доктор Федор Гаас обратился к учредителю попечительского тюрьмах общества князю Голицыну с просьбой уполномочить его оценить состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов. Доктору Гаасу было предоставлено безусловное право без участия полицейских врачей осматривать пересылаемых арестантов и больных, а также оставлять их до излечения в Москве. О других праздниках, которые отмечаются 14 апреля, вы узнаете в нашей рубрике. Сегодня Православная Церковь чествует Снитогорскую икону Божьей Матери. Пятница Страстной недели – последний перед Пасхой. Пятый день Страстной Седмицы считается самым трагическим и печальным. Христиане вспоминают о том, как над Спасителем вершили суд, после чего он был приговорен к распятию, о его смерти на Голгофе, снятии его тела с креста, оплакивания и погребения. 14 апреля отмечают День детской йоги. Эта практика подходит как для взрослых, так и для детей. Для 4-5 лет подойдут несложные упражнения, длительность выполнения которых не займет больше часа. Для 8-10 лет можно увеличить время занятий до 1 часа 15 минут, а для детей постарше необходимо подобрать более сложные упражнения и заниматься полтора часа. В этот день также отмечают один из самых необычных праздников в мире – День ореха пекан. Его справляют на территории многих стран мира. Торжество посвящается ореху под названием пекан, который богат самыми разными микроэлементами и витаминами. В особенности такие орехи являются кладезами витаминов А, В и Е, а также кальция и фосфора, цинка и магния. Орехи рекомендуют употреблять в пищу во время антихолестериновых диет. На улицах и в магазинах предпраздничная суета. Верующие готовятся к самому большому православному празднику – Пасхе. Все хотят порадовать близких вкусными угощениями и подарками. Наша съемочная группа отправилась на центральный рынок города, чтобы окунуться в предпраздничную атмосферу и узнать, как готовятся к Пасхе наши жители. Последняя неделя поста перед Пасхой особенная. Это время, когда надо подготовиться к светлому Христову воскресенью. По традиции, за каждым днем этой недели закреплены определенные дела. Навести порядок, исповедаться, приготовить подарки, спечь куличи и покрасить яйца. Традиционно горожане спешат на центральный рынок за самым вкусным и свежим. Сейчас очень большое поступление – это куличей, это молочная продукция, это яйца. То есть все, что нужно для праздничного стола. Естественно, уже заканчивается пост, большой популярностью снова пользуются мясные деликатесы. А чтобы поддержать настроение покупателям на время праздника, рынок превращается в настоящую пасхальную сказку. Повсюду пушистые кролики, цыплята, верба и разноцветные яйца – символы Пасхи. Мы стараемся принести такую детскую радость и для детей, и для взрослых, чтобы люди приходили к нам, смотрели, радовались. Тем более Пасха – это такой всеми любимый праздник. Сейчас весна, тепло, солнышко. Это стало здесь доброй традицией. Пространство украшают всем коллективом. На оформление уходит немало времени, но это того стоит. Рынок не раз побеждал в городских и областных конкурсах и является лучшим в Московской области. А жители округа с удовольствием спешат сюда за продуктами, чтобы подготовиться к светлому празднику. Скоро будем красить яички, печь кулички вместе с ребенком, с дочерью. Как отмечаете обычно этот праздник? Семейство, с праздничного стола. Начали смотреть, изучать всякий ютуб-материал, как покрасить яйца в этом году что-то по-разному. Вот нашли интересный способ проварить его в полусладком вине. Яйцо получается таким красноватым оттенком с блестками. Очень интересный вариант. Вот будем в субботу с детьми ковыряться и варить. Полина Бахова, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». А по случаю главного космического праздника в Одинцовской библиотеке номер один состоялась встреча ветеранов легендарного космодрома «Байконур» с участниками местного клуба «Активное долголетие». Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. Байконуровцы делились воспоминаниями о службе и увлекательными историями. А долголетие были рады возможности прикоснуться к загадочной и недосягаемой сфере космоса. Услышать интересные истории об освоении космоса удалось и Полине Толмачевой. 12 апреля, все мы знаем, что в 61-е годы советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур». И впервые в мире он совершил орбитальный полет. В день космонавтики ветераны легендарного космодрома «Байконур» встретились с участниками Одинцовского клуба «Активное долголетие». Мероприятия начали с просмотра серии документальных фильмов об освоении космического пространства и о тружениках «Байконура», которые более чем за 60 лет существования космического комплекса выполняли стратегически важные задачи. И немалую роль в его работе сыграли жители Одинцовского округа. Ветераны у нас «Байконура» уже возрастны, потому что если подходить, то сначала до космодрома «Байконур» появления, до, так скажем, 80-х годов, космодром «Байконур» был введен ракетных выстратегического назначения. И ветераны, офицеры, которые служили там, шли по карьерной лестнице вверх и оседали в Одинцово. Один из ветеранов, участник запуска первых советских космонавтов, полковник Григорий Пихенько, представил зрителям ролики со своими стихотворениями об освоении космоса. В Казахстане, где пески и растет саксоул, где сайгаки живут и верболюды, был когда-то всего лишь аул. Но пришли туда люди-герои воплотить в своей жизни мечты. Ибо строили старт для ракеты, появились дороги, мосты. Также на встрече затронули важный вопрос для всей страны, помощь военнослужащим в зоне спецоперации. И поблагодарили окружных депутатов от «Единой России» за вклад в общее дело. Огромное спасибо. Аксим у нас постоянно сопровождает грузы в Донецке? Постоянно. Оксана, как директор школы, проводит все мероприятия со школьниками. Понятно. Да, отхочу и практически. Вот я сколько бывал у нее, все внимательно ее слушают, дисциплина исключительная, все. Встреча ветеранов и долголетов по случаю праздника прошла впервые. Но подобные мероприятия следует проводить на постоянной основе, считает руководитель проекта «Активное долголетие в нашем округе» Ирина Баженова. И такие встречи для нас, они тоже очень теплые и важные. И мы поэтому хотим, конечно, чтобы вы все-таки встречались здесь у нас регулярно. Мы будем поддерживать эту инициативу. И надеемся, что это не последняя встреча в ближайшее время. Так что приходите. С праздника вам всех с наступившим сегодня. Еще раз огромное спасибо. И рады знакомству. В завершении мероприятия было организовано чаепитие со сладостями и фруктами, на котором участники встречи могли пообщаться в неформальной обстановке. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Ну а сейчас переходим к главной теме нашего дня. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог на территории нашего округа. Сегодня мы об этом поговорим. У нас будет мнение эксперта. А я хотела спросить, Лен, ты вот едешь по дорогам нашего округа, ведь есть в любом случае? Непременно. Как, насколько тебе доставляют неудобства или не доставляют неудобства вот эти работы, которые проводятся у нас на территории? Ну, честно говоря, в сравнении с предыдущим периодом времени, на сегодняшний день как-то практически не замечаю. Ну, может, или от того, что я очень много времени провожу на работе. В последнее время я не так часто встречаю наших подрядчиков на дороге. Видимо, это говорит о том, что качество дорог значительно улучшается. Ну да, и, наверное, просто они работают незаметно, скажем так, для нас, потому что действительно работы проводятся и много. Ну а мы обращаемся к жителям нашего округа. Молодежная редакция наша отправилась как раз на улицы города и узнала у жителей, доставляют ли им неудобства как раз работы, которые проводятся по реконструкции, ремонту, капитальному ремонту дорог. Нет, вроде, нормально все. Я вообще не замечаю, идет ремонт вообще или нет. Мне все устраивает. Нет, все в порядке. Долго ремонтируют, пробка из-за этого. Нет. Все нормально, да? Все отлично, да. Нет. Ну, сделают, а как делать? Надо сделать, потом будет в порядке, все. Ну, из-за общественного транспорта, да, что как бы медленно идет. Надо делать дороги лучше. Поэтому, какие к ним могут претензии быть. Переходим к новостям Москвы. Насыщенная программа мероприятий в честь главного христианского праздника Пасхи состоится с 14 по 16 апреля на ВДНХ. Гости смогут испытать свою удачу в яичной лотерее, стать участниками программы «Сказочная Карелия», обучиться росписи яиц и созданию пасхальных кукол. О других новостях Москвы расскажем далее. Смотрите. В Госдуме усомнились в необходимости принятия законопроекта о длинных майских выходных. Как отметили в Госдуме, инициативу внесли, а по регламенту это происходит не так быстро. Идею длинных выходных с 1 по 9 мая, скорее всего, будут обсуждать уже в следующем году. Напомним, что это предполагается сделать за счет переноса четырех дней из новогодних праздников. Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, поэтому плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно. Специалисты обязательно делают диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. За январь-март проверили около 400 тысяч газовых плит, что составляет почти 22% от общего числа. Регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования. Московские предприятия смогут получить грант на покупку оборудования. Прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования, открыт в Москве и продлится до 19 мая. В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится. Ну и далее в программе. Борьба за победу. На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной футбольной лиги. Новости, афиша. О самом интересном в ближайшие выходные расскажет Полина Бахова. Увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Поликлиника «Перезагрузка». Реализацию губернаторского проекта на территории муниципалитета обсудили на совещании в окружной администрации. За пользование картой срок. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали, чем грозит использование чужой банковской карты. Украшения и угощения. Как готовятся к Пасхе торговые предприятия округа в репортаже нашего корреспондента. Истории об освоении космоса. Одинцовские долголеты встретились с ветеранами легендарного космодрома Байконур. А сейчас наша молодежная редакция расскажет о погоде. Доброе утро. Погода в Одинцовском округе сегодня ожидается облачная и зябкая. Воздух прогреется до плюс 4, плюс 7 градусов. Вероятность осадков нулевая. Атмосферное давление чуть выше нормы. 749-752 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный слабый. 4 метра в секунду. Относительная влажность 31-64%. Магнитное поле спокойное. Световой день составит 14 часов 2 минуты. Луна убывающая. И о народных праздниках. 14 апреля отмечается день бога огня Семаргла. В этот день мастеряются свету куклу богини Марены и сжигают ее на костре в знак прощания с зимой. Потом призывают богиню живу и зовут Семаргла. Просит его растопить огнем снег. Обряд завершают песнями и хороводами вокруг костров, в которых поют о приходе весны. Напоминают масленицу, не правда ли? А теперь немного о народных приметах. Если чайник шумно закипает, к похолоданию. Солнце село в облаках, жди дождя. А если галки на вечер собираются гурьбой и кричат, то и это к ясной погоде. Желаем вам оставаться в хорошем настроении и не горевать по пустякам. И мы продолжаем наш выпуск. На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной футбольной лиги. Сразиться за победу на поле вышли как профессиональные игроки, так и звезды-любители. Подробности в матче в репортаже нашего корреспондента. На центральном стадионе в Одинцове собрались профессиональные футболисты, болельщики и все любители этого динамичного вида спорта. Здесь прошел очередной матч медийной футбольной лиги. На поле вышли игроки из команд «Броукбойс» и «Интер» «Лесгафта». Я думаю, что хорошие, заполненные трибуны. Я думаю, что в Одинцове, если этот матч спонтанно организовался, если будем готовить следующие игры за неделю, будем разыгрывать какие-то призы, будем в том числе и с едой как-то здесь приносить. Ну, как типичный немецкий футбол, там сосиски и еще прочее. Я думаю, что можно построить культуру потребления спортивного продукта. В такой товарищеской игре соперники отработали тактики для будущих матчей. Пока что нам нужно заявиться и нормально отыграть сезон медиалиги, получить как раз путевку в Кубок России и уже в ходе сезона заниматься новшествами, потому что сейчас как раз именно взаимодействие с Одинцовым в ближайшем месяце за медиалиги постоянных матчей времени будет не так много, но потом обязательно что-нибудь придумаем. Спортивная удача в этот раз была на стороне «Броукбойс». Итоговый счет на табло 4-2. Спортсмены обеих команд смогли обменяться опытом игры и показали хорошую технику владения мячом. Также это стало разминкой перед началом третьего сезона. Групповой этап турнира стартует уже 29 апреля. Станислав Трифонов, Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. А теперь предлагаем вам вспомнить итоги опроса и главную тему дня – капитальный ремонт дорог. Да, капитальный ремонт и реконструкция дорог. Есть действительно о чем поговорить. И наши жители ответили на вопрос, доставляют ли им неудобства эти работы, которые проводятся на территории нашего округа, на дорогах нашего округа. Ну а мы решили спросить и задать несколько вопросов по этой теме нашему эксперту. И сейчас как раз на прямой связи с нами директор управления дорожного хозяйства и капитального строительства Сергей Бетушенко. Итак, один из основных участков работ по строительству дорог в Одинцовском округе – это реконструкция улицы Чистяковой. На каком этапе сейчас находятся работы и будут ли они выполнены в срок? Да, действительно, реконструкция улицы Чистяковой у нас идет полным ходом. Срок они однозначно будут выполнены, они будут выполнены с сопережением срок, учитывая, что разрешение на строительство реконструкции у нас действует до конца года. Естественно, никто до конца года тянуть не будет. Значит, ориентировочный срок и задачи, которые поставлены перед подрядчиком – завершить все работы до июля этого года. А вот жителей больше всего интересуют неудобства, которые возникают при строительных работах. Чем их можете успокоить? Ну, тут можно единственное успокоить жителей тем, что это первое временно, а второе – эти неудобства будут компенсированы результатом работы, которыми будут пользоваться все эти жители. А на 26-м километре Можайского шоссе ведется капремонт эстакады. Как продвигаются строительные работы? В прошлом году мы половину эстакады отремонтировали в полном объеме. В настоящее время идет движение автотранспорта. Сейчас ремонтируется вторая половина. Всю зиму мы занимались подмостовым пространством, ремонтом. Сейчас мы занимаемся второй половиной. В настоящее время там очищена она от защитного слоя бетона. И сейчас готовится под укладку как раз новый слой, уже свежий, так скажем, цементобетона. Возникают ли сложности для автомобилистов и как с этим справляетесь? Для граждан, которые управляют автомобилем, конечно, неудобства возникают в связи с тем, что движение частично ограничено. Если раньше оно осуществлялось по четырем полосам, то сейчас оно осуществляется по двум. Но с этим ничего не поделать. Так такова жизнь. Поэтому надо просто потерпеть чуть-чуть. Спасибо за пояснение. Напомню, что сейчас мы разговаривали с Сергеем Вячеславовичем Батушенко, директором Управления дорожного хозяйства и капитального строительства. А мы продолжаем наш выпуск и переходим к новостям России. В Мурманской области двое рыбаков, пропавших несколько дней назад в море, вышли на связь. Эта информация поступила от спасателей Мурманского арктического комплексно-аварийного спасательного центра МЧС России. Там сообщили, что состояние здоровья рыбаков удовлетворительное. Поисково-спасательные работы завершены. О других новостях России вы узнаете прямо сейчас. Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Согласно документу, штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотиносодержащей продукции и кальянов для граждан увеличивается до 2-5 тысяч рублей. Сейчас это 1-2 тысячи. Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на 5-7 тысяч рублей. В настоящее время штраф для них составляет 2-3 тысячи рублей. Власти России обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости в стране. В этой сфере льготные семейные ипотеки имеют большое значение. За прошлый год практически в три раза увеличилось количество ипотек для индивидуального жилищного строительства. При этом идет работа над вовлечением в оборот неиспользуемых земель. Президент в этой связи напомнил о программе «Дальневосточный гектар», которая предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года для жителей остальной территории России. Работа по созданию Национальной орбитальной космической станции идет с опережением графика. Одним из преимуществ новой космической станции будет ее новая орбита, которая позволит проводить исследования ближнего космоса и Луны. На данный момент завершается работа по созданию эскизного проекта станции и ее основные параметры, и этапы создания уже определены. Практически готов первый блок будущей российской орбитальной станции – научно-энергетический модуль, который создавался для МКС, но будет использован в интересах отечественной программы. И далее в программе. Новости Афиша. О самом интересном в округе в ближайшие выходные расскажет Полина Бахова. Сегодня в печати. Об открытии центра диспансеризации, подготовке к Пасхе и благоустройстве центральной площади Одинцова расскажут корреспонденты Одинцовской недели. Увидимся через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ранее в программе. Поликлиника «Перезагрузка». Реализацию губернаторского проекта на территории муниципалитета обсудили на совещании в окружной администрации. За пользование картой – срок. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали, чем грозит использование чужой банковской карты. Украшения и угощения. Как готовятся к Пасхе торговые предприятия округа? В репортаже нашего корреспондента. Истории об освоении космоса. Одинцовские долголетые встретились с ветеранами легендарного космодрома Байконур. И борьба за победу. На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной футбольной лиги. Мы уже рассказали о важных исторических событиях, которые произошли 14 апреля, а также о праздниках, которые отмечают в этот день. Давайте узнаем, кто сегодня родился. И свой день рождения сегодня отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он взял неоценимый вклад в развитие Подмосковья. От души вас поздравляем, Андрей Юрьевич. Желаю здоровья, счастья и пусть все задуманное сбудется. Ну, а о других именинниках сегодняшнего дня смотрим в нашем материале. Ровно сто лет назад, 14 апреля 1923 года, в Харбине, в семье эмигрантов старинного грузинского княжеского рода Циргвава, родилась одна из самых загадочных и красивых артисток советского кинематографа – Лидия Вертинская. Она сыграла всего несколько ролей в фильмах, но все они вошли в золотой фонд советского кино. Вертинская прожила долгую и насыщенную жизнь, и все же, прежде всего, она известна как супруга великого певца Александра Вертинского. Лидия Владимировна подарила шансонье двух замечательных дочек – России талантливых актрис – Марианну и Анастасию. 14 апреля родился русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы Петр Столыпин. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Дайте нам 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию». Петр Аркадьевич считал служение Отечеству главной целью своей жизни, но при этом мало какого чиновника хотели бы убить с таким рвением. Также 14 апреля родился русский писатель, создатель жанра бытовой комедии Денис Фанвизин. Деятельность Фанвизина как литератора началась еще в его студенческие годы, когда он делал ряд переводов басен и сатирических произведений с немецкого языка. А в 1783 году была напечатана его самая известная комедия «Недоросль», которая до сих пор с большим успехом ставится на сценах театров. В честь 200-летия Александра Николаевича Островского в Немчиновском культурно-досуговом центре состоится встреча для любителей литературы. Посетители смогут посмотреть фильм-биографию, задать интересующие вопросы специалистам. Какие еще мероприятия ждут жителей округа в ближайшие выходные, расскажет Полина Бахова в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Творчество, спорт, пасхальные праздники, космос – это основные темы и направления для развлечений выходного дня. В преддверии пасхальных праздников в библиотеке в Старом городке в 12 часов дня пройдет встреча со школьниками под названием «Пасхальный звон». Ребятам расскажут о традициях наших предков, а именно какие блюда подаются на пасхальный стол, как называются пасхальные яйца. Дети отгадают загадки и поиграют в игры «Бег с яйцом», «Раскрути яйцо» и другие. Победители отметят сладкими призами, праздник завершится чайпитием. Прийти порисовать можно в Театре сказок парка Захарова. В 12 часов дня все желающие могут окунуться в мир живописи и освоить разные виды художественной техники. А в 2 часа дня в Лесногородской библиотеке имени Новикова гости отправятся в виртуальное путешествие по планетам нашей Солнечной системы. Нарисуют свой фантастический космический пейзаж. Вечер субботы можно скоротать, насладившись театральной постановкой в Центре культуры и творчества Кубинка. В 5 часов там пройдет веселая классическая комедия «Жена Лабиша пощечина». Она высмеивает семейные устои буржуазного уклада жизни. Режиссер постановки Евгений Сергеев. В воскресенье 16 апреля в парке Захарова можно отправиться в увлекательное путешествие на экскурсию под названием «Пушкинская Захарова». Вы узнаете о детстве маленького поэта, о его бабушке и няне, о детских увлечениях и играх. Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Гагаринский старт» пройдет в 10 часов в селе Ершова в спортивном зале культурно-досугового центра. Мероприятие проводится с целью популяризации и развития массового спорта и выявлению сильнейших команд округа. А вечером в Доме культуры «Солнечный» театральная студия «Гротеск» представит спектакль «Цилиндр». Это яркая, полная непредсказуемых поворотов пьеса великого итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппа. В ней герои из комической ситуации попадают в трагедию. Маленький камешек неправды, брошенный в воду, дает большие круги лжи. Начало спектакля в 6 часов. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. А мы переходим к новостям мировым. В штате Флорида, в США, удар молнии в дерево образовал материал, характерный для метеорита в космосе. А отважная девочка-подросток из города Пембраг-Пайнс голыми руками поймала трехметровую змею на заднем дворе соседского дома. Подробнее об удивительных новостях мира смотрите в нашем материале. Удар молнии в дерево во Флориде привел к образованию космического фосфита, материала, характерного для космической среды. По мнению экспертов, когда молния ударяет в дерево, она вызывает целый ряд реакций, которые обычно ведут к образованию фульгуритов, известных также как окаменелые молнии. Однако в этот раз обнаруженный материал внутри фульгурита из Нью-Порта-Ричи оказался уникальным. Группа фосфитов, кальция, которую ранее никогда не обнаруживали на Земле, а только в метеоритах и космосе. Это открытие может дать новое понимание о происхождении жизни на Земле. Ученые считают, что подобные вызванные молниями реакции с образованием фосфитов могли сыграть важную роль на ранней Земле и, возможно, повлияли на зарождение жизни. В США 16-летняя девушка голыми руками поймала пробравшегося во двор соседа трехметрового питона. Онья Ли Галайте из американского города Пемброк Пайнс узнала о змее из сообщения, оставленного соседом в чате местных жителей. Девушка увлекалась змеями с шести лет, поэтому сразу же решила помочь. У нее взяла с собой сумку, чтобы положить туда змею, и вместе с отцом пришла к соседу. Как только они схватили питона за голову, тот тут же обвил ее руку. В этот момент вмешался ее отец. Змея в ответ начала сдавливать его руку. Им потребовалось восемь минут, чтобы справиться с извивающимся питоном и засунуть его в сумку. Позже родственники связались с флоридской комиссией по охране рыб и дикой природы и передали им рептилию. Встречаем пятницу со свежим номером Одинцовской недели. Вас ждет интервью с педагогом Людмилой Чуприной и совета ветеринара, как защитить питомца от укусов клеща. О чем еще расскажут корреспонденты окружной газеты, узнаем прямо сейчас. Главная тема выпуска «Праздник Светлой Пасхи». На странице 14 священник Григорий Федотов рассказал о духовном значении Христового Воскресения, а также о том, где и когда в нашем округе можно осветить куличи. На повестке дня перезагрузка поликлиник, о чем еще говорили на еженедельной планерке главы округа, читайте на страницах 6 и 7. Здоровье Подмосковью готовится к открытию. На улице Маршала Бирюзова скоро заработает центр диспансеризации. Подробности на странице 8. Солнечные часы и корты. Жители Одинцова обсудили благоустройство центральной площади города. Их идеи на странице 10. Кошелек или время? Корреспонденты Одинцовской недели разбирались, можно ли тратить меньше, а есть вкусно. Их выводы читайте на страницах 12 и 13. Ну а мы переходим к еще одной популярной рубрике. 14 апреля – это благоприятный день и будет способствовать положительному решению некоторых насущных вопросов на работе и в личной жизни. Подробнее о том, что звезды обещают каждому знаку зодиака в нашей рубрике «Гороскоп». Овны. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Проведите с ними этот день. Тельцы. Постарайтесь принимать проблемы такими, какие они есть, и не относитесь к ним слишком серьезно. Близнецы. Улыбнитесь этому дню. Впереди у вас много интересных встреч и моментов. Раки. Сегодня у представителей этого знака зодиака высокий шанс завести новое любопытное знакомство. Эта связь в дальнейшем может принести вам достаточно плодов. Львы. Любое занятие, направленное в творческое русло и познание чего-то нового, будет идти легко и непринужденно. Девы. Отдохните от социальных сетей и новостей. Пообщайтесь с родными, которые давно не видели вашего внимания. Весы. Звезды обещают, что этот день для них пройдет в гармоничной и спокойной обстановке. Скорпионы. Вам противопоказано сегодня излишне перегружать себя делами, обязанностями и другой работой. Позвольте хотя бы изредка себе расслабиться. Стрельцы. 14 апреля стоит быть особенно внимательными в выборе продуктов. Употреблять в пищу следует только овощи и фрукты. Козероги. Представители этого знака зодиака сегодня смело могут все время уделить себе любимым. Не обращайте внимания на обстоятельства и мнения окружающих. Водолеи. Проведите этот день с пользой для себя. Сходите на прогулку или займитесь саморазвитием. Рыбы. Все складывается так, как должно быть. Впереди много интересного и вы в самом нужном месте. До праздника Светлой Пасхи осталось несколько дней. Верующие заканчивают последние приготовления. Мы тоже решили подготовиться и на мастер-классе вместе с флористом смастерили праздничное украшение из растений. Как сделать его своими руками в домашних условиях смотрите сегодня вечером в нашей программе про творчество. И сегодня мы попали в настоящую пасхальную сказку потому что мы в гостях у дизайнера декоратора флориста Анны Гусевой. Здравствуйте, Анна! Что, какую красоту вы нам покажете? Наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам всего самого хорошего, прекрасных приготовлений. Будьте счастливы, светлы и успешны. Всего вам самого доброго, удачи в делах, отличного настроения, ну и, естественно, хороших выходных, которые впереди у вас. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова